Привет. Мой вопрос следующий. Не мог бы ты дать определение, твои определения терминов белой привилегии, микроагрессии и триггерном предупреждении? Мне кажется, что мы определяем это по-разному. И твои определения являются узкими и какими-то упрощёнными, из-за чего твои аргументы кажутся подходящими на поверхности, но не... подходящими на поверхности, но на самом деле не имеют углублённости. Что ж, раз уж ты меня критикуешь, почему бы тебе не дать свои определения? Это вроде продуктивнее. Нет-нет, я хочу услышать твои, чтобы знать, что лежит в основе твоих аргументов. Поэтому твои определения здесь важны, а не мои. Хорошо, я дам тебе свои, и можем поторговаться, если хочешь. Мы можем обсудить это. Моё определение привилегии белых следующее. Это означает, что Америка была основана на расизме, и что расизм заложен в Конституции Соединённых Штатов и нашей правовой системы. И его невозможно убрать из нашего государства и её правовой системы. Он привязан к нашей экономике, он привязан к нашей интеллектуальной системе, и он привязан ко всем окружающим нас заведениям. Из-за чего индивидуальные неуспехи или неуспехи группы, если между группами существует неравенство, значит, это из-за институционных предубеждений, которые предшествовали рождения нынешних людей, в сравнении с тем, что этот неуспех является виной или ответственностью человека, индивидуальных личностей. Ты считаешь это в корне неверным или несправедливым? Я считаю, что это слишком узко, но... Не мог бы ты дать определение микроагрессии? Мне просто интересно. Да, конечно. Ты можешь пишет ярлыки сколько хочешь, но ты также можешь дать своё определение, чтобы мы, возможно, пришли к консенсусу, что я считаю было бы более интересным. Но если ты хочешь, чтобы я просто дала определение, хорошо, время определения. Так вот, микроагрессия, согласно Джонтану Хайденгеру, автор Atlantic, определяется как подсознательное утверждение, которое мы делаем, которое непроизвольно оскорбляет других людей. И это основано на субъективном восприятии, а не на объективной реальности. Так что я могу, например, спросить тебя, откуда ты, и ты можешь воспринять это как микроагрессию, особенно если ты из другой стороны, потому что ты думаешь, что я думаю, что ты не отсюда. И для меня субъективная интерпретация значительно менее важна или подходящая в обществе, где нам нужно разговаривать друг с другом, в сравнении с объективным значением слов и утверждений. Лично я согласен с этим определением в какой-то степени. Но касательно того, что концепт микроагрессии позволяет отвечать негативно, агрессивно или даже физически, я с этим не согласен. Потому что я считаю, что это уже применение концепта не по его изначальному предназначению. Тогда зачем назвать это микроагрессией? Почему тогда просто не говорить «это оскорбительно»? Да, я согласен. Но я считаю, что ты делаешь шаг в сторону от того, что микроагрессия действительно означает, или как минимум от того, что я думаю, что это означает. Да, ты права, что я развиваю логику. Это, кстати, то, что делают студгородки, когда они наказывают людей за микроагрессию. Так что ты можешь думать, что что-то нельзя классифицировать как микроагрессию. Я предлагаю тебе перейти со мной к консенсусу, что слово микроагрессия должно уйти, и вместо этого мы будем называть это субъективно-оскорбительное утверждение. Потому что это правильнее. Микроагрессия подразумевает, что есть что-то объективно-агрессивное в том, что я тебе говорю, если это то, что тебе не нравится. Это интересная тема. Я рад, что ты ее подняла. Теперь триггерное предупреждение. Хорошо. Триггерное предупреждение, опять же, основывается на идее того, что я скажу тебе то, что тебе не понравится. Я хочу услышать определение, потому что мне кажется, что ты используешь два разных определения ко всем своим... Причина, по которой нахожу этот разговор немного некорректным, является то, что ты не хочешь давать мне свои определения, чтобы мы смогли прийти к чему-то. Опять же, я понимаю, что ты хочешь узнать, на чем я все основываю. Но мне больше нравится, когда мне говорят, что я не прав, если так считают, и мы потом обсуждаем это, прав я или нет. Что мне кажется более продуктивно. Не было бы это так же продуктивнее для тебя? Это было бы, но... Твое время закончилось. Ах, блин. Нам нужно переходить и к другим людям. Спасибо. Ребята, ребята, опять же, если вы хотите отправить мне вопросы, скидывайте мне их на мою почту, я их потом обсуждаю подольше на канале Ben Shapiro DailyWire.com. Я всегда рад пообсуждать такие вещи. Субтитры сделал DimaTorzok